Здравствуйте! Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с двумерными массивами. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели понятие одномерного массива. Сегодня повторим, что такое одномерный массив, как к нему обратиться, как работать с элементами одномерного массива. Посмотрим, что такое двумерный массив, объявление и инициализацию двумерного массива, доступ к элементам массива. Рассмотрим, как описываются многомерные массивы в языке C++. Итак, мы с вами в прошлый раз сказали, что массив – это ограниченная последовательность элементов одного типа. То есть массив имеет имя, это раз. Второе – все элементы массива одного типа. Третье – количество элементов ограничено, ограничивается размерностью массива. Ну и четвертое, что мы сказали – все элементы в памяти располагаются последовательно. Для того, чтобы объявить массив, нам необходимо указать имя массива, перед именем массива, тип массива или еще говорят тип элементов массива и в квадратных скобках указать размерность массива. То есть в связи с объявлением массива, для его размещения будет выделена область памяти длиной, размерность массива умноженная на размер типа элемента массива. И это все будет выражаться в байтах. Если я объявляю массив А, содержащий 5 символов, то данный массив у меня займет 5 байтов памяти, так как 1 байт типа чар элементов у меня в массиве 5. Итого получилось 5 байт. Если я объявлю целочисленный тип А размерности 5, то это будет зависеть от компилятора, у меня может быть 10 байт памяти занять, а может и 20 байт памяти. Мы с вами при изучении типов данных говорили, что тип int будет зависеть от конкретной реализации компилятора. Например, как мы можем объявить одномерный массив? В данном случае мы объявили целочисленный массив А, состоящий из 5 элементов, и сразу же инициализировали значение этого массива. То есть каждому элементу массива А дали конкретные значения. Во втором примере то же самое. Мы объявили массив К размерности 4, элементы этого массива вещественного типа. Но при инициализации мы дали значение только первым двум элементам массива. Остальные элементы массива примут нулевые значения. Если же мы массив инициализируем, то размер массива можно не писать, так как компилятор может сам подсчитать, какого размера данный массив. При обращении к элементам массива мы всегда указываем имя массива и в квадратных скобках индекс. Следует помнить, что нумерация идет с нуля. Не всегда бывает удобно инициализировать массив в программе, поэтому можно ввести данные для того, чтобы заполнить массив с клавиатуры. Либо же, если это массив большой, то можно использовать псевдослучайные числа. Это мы тоже с вами рассмотрели на прошлом занятии. Сегодня мы познакомимся с двумерными массивами. Все пласт-пласты можно использовать вообще многомерные массивы. Самый простой из них – это двумерный массив. Двумерный массив представляет собой одномерный массив одномерных массивов. Или еще по-другому говорят – список одномерных массивов. Определяется двумерный массив аналогично, как и одномерный массив. То есть указываем имя массива. Перед именем указываем тип элементов массива. И в квадратных скобках указываем размерность. Но как этот двумерный массив, у него две меры. Поэтому мы указываем две размерности. Первая размерность – это номер строки, если попроще сказать. Вторая размерность – это номер столбца. То есть наш двумерный массив выглядит в схематичной виде таблицы. Если одномерный массив – это либо одна строка, либо один столбец, то двумерный массив – это таблица. Если мы говорим, что вот рассмотреть вот так вот, int a3, то мы получим одномерный массив размерности 3. А если мы int не посмотрим, а посмотрим a3, это будет одномерный массив размерности 3. Но элементы массива пока нам неизвестны. Каждый элемент может быть массивом. То есть рассмотрели первый элемент массива – это строка. Рассмотрели второй элемент массива – это строка. Рассмотрели третий элемент – это строка. То есть каждая строка представляет собой одномерный массив, состоящий из четырех целых чисел. Когда мы обозначаем размерности массива, то правый индекс, вот этот вот, он обозначает номер столбца, а левый индекс, первый индекс, он обозначает номер строки. Для того, чтобы обратиться к конкретному элементу массива, например, к элементу 7, мы должны знать, где располагается данный элемент. Элемент 7 у нас располагается на пересечении первой строки и второго столбца. То есть для того, чтобы в программе обратиться к этому элементу, мы должны указать имя массива А. Первым индексом указываем номер строки, это первая строка, и номер столбца, это второй столбец. Таким образом мы обратились к элементу двумерного массива. Двумерный массив может инициализироваться как одномерный массив, то есть я задала целочисленный массив А размерности 2 на 3, две строки, три столбца, это итого 6 элементов. Я могу сразу в квадрофигурных скобках перечислить 6 элементов. Тогда компилятор по очереди будет закидывать эти элементы. Сначала первую строку заполнит, три элемента в первую строчку, потом три элемента во вторую строку. Либо же можно при инициализации использовать форму записи, когда мы отдельно описываем каждый массив, то есть как массив массивов. Это первая строка, вот это вторая строка. При наличии инициализатора в определении двумерного массива можно не указывать размер по первому измерению, то есть вот тут можно пропустить. Тогда компилятор поймет, что это у нас двумерный массив, и именно какой размерности первый индекс. Для двумерных массивов, повторюсь еще разок, каждый из индексов записывается в отдельных квадратных скобках. Вот тут у меня элемент массива А, находящийся в первой строке и третьем столбце. Вот я этому элементу присваиваю значение элемента массива А, расположенного во второй строке, третьем столбце, сложность числом 4. Для определения количества байтов в памяти, занимаемой двумерным массивом, используют формулу. Общее число байтов – это число строк умножено на число столбцов и умножено на размер типов байта. Например, рассмотрим конкретный пример при работе с двумерным массивом. Я описала массив А размерности 10 на 10, то есть я взяла побольше массив. На самом деле 100 элементов вводить нереально, вводить будем поменьше, но забронировала столько мест в памяти. Нерационально, но для примера специально вам показано. Дальше я ввожу размерность массива. То есть мой массив будет состоять из n строк и m столбцов. Дальше в цикле, во внешний цикл, бегаю по строчкам. Беру и от нуля до n. n не включаю, потому что нумерация идет с нуля. Дальше для каждой строки, бегаю по столбцам g от нуля до m, ввожу элемент массива. Вот здесь на примере. Введите размерность массива. Три строки, четыре столбца. Введите сам массив. Три на четыре – 12 элементов. Я ввела их в строчку через пробел. Можно ввести столбец через Enter. Роля не будет. Не сыграет разницы никакой. Дальше для того, чтобы вывести массив. Так как у меня и строки, и столбцы. То есть у меня будут два цикла. Внешний цикл по строке, внутренний цикл по столбцу. Вывожу сяот, а и жита. И ставлю пробел, чтобы было видно, что они раздельные элементы. То есть на экране у меня будет так. Четыре, шесть, минус восемь. Выглядеть будет как будто это одномерный массив. Для того, чтобы вот этого не было, чтобы я видела свою таблицу вот в таком виде, в общем принятом виде, в виде матрицы, чтобы вывести. Мне нужно после того, как я выведу элементы первой строки, то есть завершу цикл по столбцам первый раз, просто перейти на пустую строчку. Курсор уйдет на новую строку, и снова строки будет выводиться. То есть в данном случае у меня внутренний цикл состоит из одной команды сяот, внешний цикл состоит из одной команды цикла. В этом случае у меня внутренний цикл также состоит из одной команды сяот, а вот внешний цикл, я его заключила в фигурной скобке, он состоит из двух команд. Первая команда – это команда цикла, которая выводит элементы в строке, одну строчку вывела. И вторая команда – это команда, которая просто переходит курсором на новую строчку, пропускает строчку. Я первый раз вывела, поставила на новую строчку. Второй раз вывела, поставила на новую строчку. Третий раз вывела, поставила курсор на новую строчку. Вот эти алгоритмы, вот элементы двумерного массива. Вывод элементов двумерного массива в виде матрицы вы должны знать наизусть. Дальше рассмотрим еще один пример. Найдем сумму элементов массива, двумерного массива. Изначально говорю, что сумма моя 0, я не знаю, чем она будет равна. Беру внешний цикл, цикл по i от 0 до n, это количество строк, причем n меньше, не включая. Позже это количество столбцов от 0 до m. И суммирую. К тому, что было, я прибавляю очередной элемент массива. Итак, сначала пройдусь по первой строке, по всем столбцам. Когда я первую строку завершу, перехожу к следующему i, то есть это к следующей строке, и обратно по всем столбцам, к второй строке, потом ко всем столбцам, к третьей строке, и так по кругу. Выведу свою сумму. Что получится? Размерность массива 2 на 3, вела массив в таком виде, в виде строки, вывела специально массив в виде матрицы, чтобы вам было удобнее смотреть, и говорю, моя сумма 35. То есть она сложила 1 плюс 5, это 6, плюс 9, 15, плюс 7, 22, плюс 25, плюс 10, 35. Итого она вот таким образом работает. Сначала по строчкам, по одной строке бегает, потом по следующей строке. Теперь, если же мне необходимо найти сумму элементов не всего массива, а каждой строки массива, вот как в этом примере, эти же числа, но здесь я нашла для первой строки сумма у меня 15, для второй строки сумма у меня 20. Что нужно сделать, чтобы получить вот такой ответ? Самое первое. Так как я нахожу отдельно для каждой строки, сумму обнулять нужно после каждой строки. Это первое. Вот я сумму, если сначала обнуляла до работы с массивом, то здесь я сумму обнуляю после работы со строкой. По столбцам я также суммирую, но вывод нужно делать не за пределами цикла, как здесь, а внутри цикла, чтобы не потерять. Вот я взяла первую строчку. Для первой строки говорю сумма 0. Прошлась по всей строке, нашла сумму элементов первой строки. Это 1 плюс 5 плюс 9. Вывела результат. Все. Возвращаюсь. Для второй строки. Говорю, для второй строки сумма 0. Прошлась по всем элементам второй строки, нашла сумму, вывела сумму элементов второй строки. Так как на этом у меня количество строк закончилось, то и закончится этот фрагмент работы. Что нужно сделать, если мы хотим найти сумму или произведение элементов не каждой строки, а, например, каждого столбца? Если мне бегать нужно не по строке, а по столбцу. Для этого я беру, сначала меняю не значение и, не значение строки, а значение столбца. Здесь, в принципе, будут и, 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 или, это не важно. Это всего лишь наименование. Важно, что это размерность столбца – это раз. И второе, что важно, что вот тот элемент, который я указала первым, при обращении будет вторым находиться. Что я сделала? Взяла первый столбец. Для первого столбца, говорю, произведение равно единице. Вот это вот принципиально важно. Если вы поставите здесь 0, то у вас все произведение обнулится. Произведение, говорю, единица. Потом в первом столбце, прошлась по всем строчкам, нашла произведение элементов, вывела ответ. То есть взяла первый столбец, нашла произведение 1, 5, 30 – это 150, вывела 150. Дальше возвращаюсь, беру, ж равна единице. Это второй столбец. Тут говорю, для второго столбца произведение 1. Теперь для второго столбца пробегаюсь по всем строчкам, перемножаю элементы. 2 умножила на 6 – 12, 12 умножила на 40 – 480. Вывела вот эти 480 и опять вернулась. Прошла к следующему столбцу. Для него, говорю, произведение 1 и так далее. До тех пор, пока не завершат все мои столбцы, не закончатся. Здесь произведение 0, так как у меня есть нулевой элемент. Теперь, если я хочу результат получить не в отдельном видео, не просто выводить на экран, а запомнить, что можно сделать. Можно вот этот результат произведения записать как дополнительную строку в массив. Помните, я же массив бронировала по большей местности, я взяла массив 10 на 10. То есть у меня есть и лишние строчки, и лишние столбцы. Их я сейчас могу использовать. Что я здесь сделала? Произведение практически не изменилось. Также взяла столбец, сказала, что произведение 1. Пробежалась по всей строке, нашла произведение. Но вместо того, чтобы вывести, я вот это произведение, что нашла, записала как элемент массива для первого столбца под номером n. Так как у меня здесь n не входит, то следующей строкой будет строка с номером n. Вот я в эту строчку, в следующую, записала мое произведение. Потом аналогично прошла к следующему столбцу. Говорю, столбец произведения имеет равную единице. Прошлась по всем строчкам второго столбца, нашла произведение. И это произведение вот в последней строке во втором столбце записала. И вот так вот по всему массиву. Теперь, когда вывожу этот новый массив, чтобы вот эту строчку не потерять, вот здесь я говорю не и строго меньше n, а уже меньше равно n, так как я добавила еще один элемент, еще одну строчку добавила. Вот этот момент важен. Вообще все, помимо двуменных массивов, можно определять массивы трех и более измерения. Для того, чтобы объявить многомерный массив, так же, как и двумерный, например, или одномерный, нам нужно указать имя массива, перед именем массива тип элементов массива и дальше в квадратных скобках размерности массива. Если у нас массив размерности n, значит, у меня будет n квадратных скобок и n разных размеров. Примером многомерного массива, помимо двумерных массивов, могут быть трехмерные массивы. Трехмерный массив, например, массив под именем масс, который имеет целочисленный тип, размерности 4 на 10 на 3. То есть трехмерный массив – это куб. Куб размерности 4 на 10 на 3. Но массивы с числом измерений, превышающие 3, используются нечасто, хотя бы потому, что для их хранения требуется большой объем памяти. Мы говорили, да, для того, чтобы определить, сколько памяти выделяют для двумерного массива, мы количество строк умножаем на количество столбцов и умножаем на тип элементов, сколько занимает этот тип. Если у меня здесь, например, 4 на 10 на 3 – это уже 120, и я еще умножаю на тип, будет много, скажем так. И эти элементы, и такие данные, многомерные массивы, не используются, скажем так, в таком программировании. Там можно использовать другие варианты, это динамические структуры данных, либо файловые данные. С этим мы с вами будем знакомиться дальше. Итак, сегодня мы с вами познакомились с понятием двумерного массива, сказали, чем отличается двумерный массив от одномерного. Сказали, что для обращения к элементу двумерного массива нам нужно указать имя массива и обязательно в квадратных скобках два индекса. Первый индекс – это номер строки, второй индекс – это номер столбца. На примерах разобрали, как работать с двумерными массивами, как обрабатывать элементы двумерного массива. Далее понятие многомерного массива. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить. Данную тему мы с вами будем закреплять на практических и лабораторных работах. Вы видите список рекомендуемой литературы. На этом изучение темы именно на сегодня у нас завершено. Продолжение следует...